Добро пожаловать в инфосферу! Представляем вашему вниманию список фильмов, похожих на Перси Джексон и Похититель Молнии. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Орулия Смерти. Город Костей. Клэри Фрей всегда считала себя самой обыкновенной девушкой, пока не выяснилось, что она потомок древнего рода сумеречных охотников, тайной касты воинов-полуангелов, защищающих наш мир от демонов. Когда мама Клэри исчезает, девушка объединяется с сумеречными охотниками, чтобы спасти ее. Так и начинается ее опасное знакомство с иной реальностью, в которой существуют демоны, маги, вампиры, оборотни и другие смертоносные существа. Венфтитанов. Прошло 10 лет после героического поражения Персеем морского чудовища Кракена. Теперь он живет спокойной жизнью деревенского рыбака и воспитывает своего 10-летнего сына. Тем временем бушует борьба за превосходство между богами и титанами. Опасно ослабленные нехваткой человеческой любви и преданности, боги теряют контроль над заключенными в тюрьму титанами и их свирепым лидером Кроносом, отцом правящих братьев Зевса, Аида и Посейдона. Давным-давно Триумвират сверг своего сильного отца, отправив его гнить в мрачную пропасть Тартар, темницу, находящуюся в глубоких пределах подземного мира. Персей не может остаться в стране, когда Аид вместе с сыном Зевса, Аресом, заключают сделку с Кроносом, чтобы вместе уничтожить Зевса. Силы титанов становятся еще больше, в то время как Зевс теряет свою мощь и власть, а по земле раскидывается ад подземного мира. Вместе с Андромедой, полубогом Агенором, сыном Посейдона и низвергнутым богом Гефестом, Персей отправляется в опасное и отважное путешествие в подземный мир, чтобы спасти Зевса, свергнуть титанов и сохранить людской род. Битва титанов 2010 года Персей, сын бога, воспитанный человеком, не смог защитить свою семью от Аида, мстительного повелителя подземного мира. Теперь ему уже нечего терять, и он добровольно соглашается возглавить опасную миссию, чтобы одержать победу над Аидом до того, как тот отберет власть у Зевса и выпустит демонов подземного царства на землю. Возглавляя отряд бесстрашных воинов, Персей отправляется в рискованное путешествие по лабиринту запретных миров. Чтобы победить в срепой схватке с жуткими демонами и злобными чудовищами, противостоять злому Року и стать хозяином своей судьбы, он должен осознать и принять свою божественную силу. Ученик-чародея Манхэттен, наши дни Мастер магии Бальтазар Блейк пытается защитить Нью-Йорк от своего старого врага Максима Хорвата, злобного колдуна с самыми черными планами. Однако Бальтазар чувствует, что не справится один, и ему нужен помощник. Палитель стихии, 2010 года Воздушные кочевники, племя воды, царство земли и народ огня Четыре нации были связаны с судьбой, когда народ огня начал жестокую войну против всех. Прошло сто лет без надежды что-либо изменить в этом мире. Народ огня почти близок к победе в войне. Оказавшись между борьбой и храбростью, юный Аанг понимает, что он аватар, обладающий силой повелевать четырьмя стихиями, и то, что только он может вернуть баланс и восстановить мир на земле. Вместе с юной повелительницей воды Катарой и ее братом Соккой он отправляется в путешествие. Хроник Нарнии, принц Каспиан Люси Сьюзен Эдмунд и Питер Пелэнси возвращаются в Нарнию. В Англии прошло совсем немного времени, а в Нарнии века. Страна находится под гнетом зловещего короля Мираза, но у волшебного королевства есть надежда, юный принц Каспиан. Чтобы помочь Каспиану отвоевать трон, четверо героев собирают армию мифических существ во главе с Асланом, основателем и покровителем Нарнии. Гарри Поттер и Орден Феникса 2007 года Гарри проводит свой пятый год обучения в школе Хогвартс и обнаруживает, что многие из членов волшебного сообщества отрицают сам факт недавнего состязания юного волшебника с воплощением вселенского зла Волдемортом, делая вид, что не имеют ни малейшего представления о том, что злодей вернулся. Опасаясь, что почтенный глава Хогвартса Альбульс Дамблдор распространяет лживые слухи о возвращении Волдеморта, стремясь подорвать авторитет министра магии Корнелиуса Фарджа и в дальнейшем занять его место, Корнелиус назначает нового профессора защиты от темных искусств, который должен будет пристально следить за Дамблдором и студентами Хогвартса. Восход Тьмы 2007 года Жизнь главного героя переворачивается, когда он случайно узнает, что судьбой ему предначертано стать последним из бессмертных воинов, посвятивших всю свою жизнь борьбе с силами тьмы. Наш герой отправляется в путешествие через века, чтобы найти шесть элементов, которые помогут ему предотвратить Восход Тьмы. Валдий Компас 2007 года 12-летняя Лира отправляется в удивительное путешествие к Северному полюсу, чтобы спасти своего похищенного друга. В помощь к девочке приходят северные ведьмы под предводительством прекрасной Серафины Пеккала и огромный бронированный медведь. На пути их стоит зловещая миссис Колтер и армия ее монстров. Хоники Нарнии. Лев, колдунья и волшебный шкаф. 2005 года. Четверых детей родители отправляют из Лондона в деревню к старому профессору, другу семьи. В его доме дети обнаруживают таинственный платяной шкаф, посредством которого они попадают в сказочную страну Нарнию, где обитают фантастические люди, животные и существа. Оказывается, что эта мирная страна находится под властью злой колдуньи, из-за которой там вечная зима. Дети должны помочь царю Аслану, великому льву, который много столетий назад основал Нарнию, победить колдунью, разрушить заклинания и освободить жителей Нарнии. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!